Число 2017. 7 единиц. Дальше. 1 десяток. 0 сотен. И 2000. Это понятно. Это абсолютно понятно. А мы изменим. Вместо 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000 миллионов мы напишем в степени двойки. И, соответственно, вот здесь у меня цифры были от 0 до 9. От 0 и меньше 10. А сейчас у меня будут цифры такие. От 0 до 1. Ну, то есть, 1 это то, что меньше 2. Это не очень смешно звучит, что такое от 0 до 1. Проще говоря, это или 0, или 1. Нормально. Сейчас я быстро выписываю все возможные числа в естественном порядке. Сверху будут десятичные, то есть, системы счисления, которые мы привыкли. А внизу будет система счисления двоичная. Да, которую сейчас мы пытаемся объяснить. Итак, бывает число. 0, 1, 2, 3. Итак, я постараюсь написать до 19, потому что я там... Ну, в общем, так я... Чем дольше, тем дольше. 7, что там дальше? 4, 15. Теперь вопрос. А что делать, если у меня двоичная запись будет довольно длинная? Ответ. Я буду писать число по вертикали. А именно, здесь будет написано 0, здесь будет написано 10. Здесь и 1, 0. Здесь 1, 1. А здесь 1, 0, 0. Объясняю, что такое 1, 1. Это одна единица и одна толь. Что такое пятерка? 1, 0, 1. Что такое шестерка? 1, 1, 0. Семерка – это все три единицы. Восьмерка – вот такая. Ребята, на самом деле я не хочу сейчас на это тратить много времени по одной простой причине. В свое время на малом мате я потратил полгода на то, что сюда приходил. И разные элементарные задачи, инберг элементарные, разные конструкции рассказывал, которые объясняют, что такое система счисления. Соответственно, вы можете легко найти. В родовичную систему счисления у нас очень много и очень хороших записей. Я там все розыгрышу расписывал, и как складывать, и знаменитая задача Аханульской башни, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я вот так вот коротенько напоминаю и пытаюсь объяснить, а на самом деле по-настоящему это все у нас уже записано, сделано. Очень советую это посмотреть. Итак, что у нас здесь? Почему число 10 записывается так? Потому что 0 единичек, 1 двойка, 0 восьмерок, 0 четверок и 1 восьмерка. 2 плюс 8 это 10. Давайте я еще так вот напишу. Это на самом деле это двойка, это на самом деле 2 плюс 1, это четверка, это 4 плюс 1. Здесь у нас написано 4 плюс 2, здесь 4 плюс 2 плюс 1, здесь просто 8, здесь 8 плюс 1. Может быть так будет понятнее. И в виде нулей и единиц это записывается вот так. 8, 2, 1. Это единица, нолик, единичка, единичка, да? Что такое 12? Это 8 плюс 4. То есть 1, 1 и 2 нолика. 13 это 8, 4, 1. То есть единица, единица, нолик, единица. 14 это 8 плюс 4 плюс 2. Замечательно. 15 это 8, 4, 2, 1. То есть это подряд все единицы. И наконец 16 это опять степень двойки, это единица с четырьмя акулярами. Идея такая. Когда вам дали любое число, например число 2017, то вы делаете следующую штуку. Вы сначала смотрите, какая там самая большая степень двойки. Вот давайте перечислять. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Я отказываюсь на 2 умножаю. 256, 512. Следующее что? 1024. Вот это надо будет есть. Потому что если на 2 умножить, то будет уже 2048. Это слишком много. А вот сейчас из числа 2017, пожалуйста, надо вычесть 1024. Сколько останется? Тысяча. Нет, не тысяча. Подожди, тысяча ушла. 993. 900? 993. Это правильный ответ. 993. А дальше смотрите, что делаем. Надо взять нашу 1024, а из числа 993 надо вычесть 512. Сколько будет? Сколько останется? Это легче уже. 481. 481. 481. 481. Молодцы. А когда вы из числа 481 вычтите следующую степень, то есть вычтите 256, что у нас останется? 225. 225. Отлично. А что это? Значит, 1024, 512, 256. Из 225 надо отнять 128. Сколько будет? 100 отнять, будет 125. 28 отнять легко. Это? Давайте уже. Сколько? 97. Молодцы. 97. Так. А 97 это 64 плюс... 97 это 64 плюс 33. Отлично. Так. А 33 это? 32 и 1. 32 и 1. Это 32 и 1. А теперь смотрите, как это записывает. Здесь вот между числом 32 и числом 1 есть такая штука. Есть отсутствующее число 16, отсутствующее число 8, отсутствующее число 4. Поэтому окончательная запись будет такая. Смотрите. Единица это 1024. Следующая единица 513. Следующая единица 256. Потом... Стоп. А 128 что я написал? Ну, надо было бы. Я что бы читал? Я вас обчитал. 1024, 512, 256. 128, конечно, есть. 64 есть. 32 есть. А вот потом тут нолики. 16, 8, 4, 2. И в конце единица. Вот она. Запись числа 2017. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 цифр. Заметьте, пожалуйста. Двоичная система счисления в чем-то гораздо менее удобная, чем десятичная. Потому что запись длиннее. Но в чем-то гораздо лучше. Потому что не нужно думать о цифрах. Цифры в двоичной системе бывают только нули и единицы. Согласитесь, это намного удобнее.